Всем привет, друзья! С вами Реалай. Вчера у нас вышло обновление, в частности добавили ряд изменений, но я хотел бы сейчас поговорить про кузницу, так как в ней теперь добавили возможность создавать себе мифические предметы двухслотовые. То есть, если мы хотим, например, создать себе топовую пуху, в моем случае это посох Либерта, нам понадобится 9 однослотовых мифических предметов, именно оружие. И, конечно, на первых порах, так же как и я, народ очень сильно обрадовался, что появилась возможность теперь создать себе двухслотовый мифический предмет. С этой мыслью весь сервер кинулся, у кого, конечно, есть серебро, скупать себе мифические предметы. Таким образом, буквально за несколько минут, скупили всю биржу. Сейчас, на данный момент, нет ни одного мифического предмета. Хочу напомнить, что я играю на Вейли, но мне кажется, на любом сервере сейчас такая ситуация. Разработчики, конечно, предвидели такую ситуацию, и таким образом они решили повысить шанс лавки шикоту, конкретно на выпадении мифических предметов. Но, к сожалению, сколько я сейчас не общаюсь с подписчиками, никто, так же как и я, не заметил, что шанс действительно стал больше. В комментариях у меня есть человек, который психанул, потратил 30 тысяч древних монет и не выбил себе мифического предмета. Поэтому надеяться на то, что вы вытащите в лавке шикоту себе мифический предмет, это такое себе удовольствие. Хотя бы выбить один предмет лично себе, не говоря уже о 9, например, мифических предметов. И второй вариант, это, конечно, выбить мифический предмет с мобов на карте. Но вот я играю чуть больше месяца, и каждый день я фармлю 24 на 7 АФК, либо в режиме черного духа. За это время я ни разу себе не выбил ни одного мифического предмета. Так что и этот вариант тоже ненадежный. И последний вариант, который у нас всегда был, это, конечно же, биржа. То есть мы заходим, например, броня раздел ботинки, выбираем себе, как это было раньше, ботинки Шамир. Теперь смотрим, что приблизительно стоит 71 миллион. Мы идем, фармим, где-то находим серебро, знаем уже, к какой цели мы идем, сколько нам нужно денег накопить. И спокойно его приобретаем. Теперь такой возможности нет. Для тех, кто не понимает, на самом деле это очень серьезная проблема сейчас на сервере сложилась. Потому что те люди, которые не успели себе приобрести хотя бы однослотовые мифические предметы, я, честно, даже не знаю, где они их будут набивать. Как следствие, придя на сервер, новый человек, он даже не будет понимать, откуда ему брать БС, там, после того, как он полностью оденется в золотые предметы двуслотовые. То есть где брать мифические, вообще непонятно. Золото, в принципе, нет смысла качать после 30, потому что вам нужно будет потом переходить на мифический предмет. И, как бы, прокачка золотых предметов свыше 30 считается нерентабельной. Теперь мне кажется, что им придется качать выше 30, потому что надеяться на то, что ты где-то достанешь себе мифический предмет, это такое себе занятие, неизвестно, сколько оно продлится. Конечно, в бирже у нас остается вариант только предзаказа. Когда вы заходите в тот предмет, который вам нужен, ну, например, броня вам нужна, Калос, заходим, нажимаем предзаказ, устанавливаем сумму и ждем, когда ее выложит кто-то, и мы выиграем. То есть выиграем именно в предзаказе и сможем ее забрать. Но я уверен, что на каждый предмет уже настолько много предзаказов, что вряд ли, конечно, вы сможете ее выкупить. И самая главная проблема в том, что в погоне за мифическими предметами, если человек его выбит, он лучше его оставит себе. Либо наденет на себя, либо оставит у себя в сумке с надеждой, что он потом еще выбит, и впоследствии в кузнице сделает себе более высший предмет. Ну, то есть там, например, броня Грунил, либо оружие, в моем случае, Либерта. С выходом этого обновления топовые игроки, у которых было много серебра, либо где-то в сумке лежали мифические предметы, они стали только сильнее. А вот средние игроки теперь остались без возможности где-то приобрести себе мифический предмет. Но в самой заднице, я думаю, окажутся те игроки, которые только собираются прийти на проект, либо пришли на него прям совсем недавно. И где они будут брать эти предметы, мне вообще непонятно. В основном для своих зрителей я стараюсь снимать гайды. Но вот сегодня я не смог промолчать, потому что тема действительно серьезная. Возможно, вы еще не понимаете, насколько она серьезная. Но сейчас, во-первых, страдает рынок, потому что все, биржа мертвая. И страдать будут игроки. Биржа, по сути, сейчас никакого смысла не имеет. Возможно, зарубежные блогеры будут поднимать подобную тему и каким-то образом достучаться до разработчиков, потому что я считаю, что это нужно исправлять. То есть нужно либо повышать шанс, либо запускать какие-то события, где есть возможность вытащить мифические предметы. Они, конечно, все это понимают, и на фоне этого запустили нам акцию обмена от Эль Белучча, где нам нужны ваучеры. Но надо 30 штук, чтобы взять себе всего лишь один сундук. Я вам напомню, для тех, кто еще не понял, что на одной акции, конкретно на этой, мы сможем заработать всего лишь 10 ваучерей. То есть нам нужно будет пройти несколько событий, набрать себе достаточное количество вот этих вот ваучерей, и тогда только мы сможем взять себе мифический предмет, и там будет всего лишь один слот. Если бы здесь, как и в других играх, была возможность, допустим, из золотых делать мифические, то это другое дело. Но вот в этой ситуации, если честно, у меня даже нету никаких идей, как дальше будет двигаться проект, ну потому что ситуация действительно сложилась не лучшим образом. Друзья, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока.